всем привет и сегодня у нас новый выпуск советов новичкам я теперь под на тарел фортнайте и мне есть чему получить людей не зря ведь я имею винрейт в 30 процентов и более 250 побед в соло режиме стримлю я кстати сию действия каждый день в 16.00 так что приходите на youtube или твич и родственников приводите этот совет поможет вам выжить в первых схватках за лут в основном первый файт происходит в помещении и большинство падает на места спавна сундуков ваша задача после того как вы залутали сундук подняться на крышу объекта и вам поможет в этом 30 ресурсов которые гарантированно падают с каждого ящика также часто рез и валяются и просто на местах спавна оружия суть проста падая на крышу большинство игроков пробивает ее и падает внутрь если с ними заранее не заходил кто-то с крыши они ждать оттуда никого не будут а звук скорее всего воспримут как звук где-то под собой они сверху что даст вам возможность нанести первый выстрел по ничего не ожидающему врагу таким образом вы устраните врага с наилучшей позиции на текущий момент и сможете продвигаться ниже но конечно будьте готовы к тому что ваш трапка может тоже кто-то использовать так что старайтесь не повторить судьбу того кто только что погиб фортнайт далеко не пбг в этом плане но все же бывают моменты когда лут зоне может быть оправдан этих случаев несколько оправданно лутаться в зоне можно если у вас есть аптечка чтобы восполнить хп до фула когда вы окажетесь зоне у вас нет аптечки и 75 хп есть броня и есть бинты тогда по сути вы ничего не теряете если попав под бурю залутайте домик другой и возможно найдете ту самую недостающую аптечку или лишнюю банку брони ну если у вас просто 75 хп после стычек верлигейме у вас слабое оружие только бинты из расходников в этом случае как говорится терять то вообще нечего старайтесь лутать в зоне те участки которые содержат сундуки например развалины чтобы с большей вероятностью найти расходники кроме бинтов главное без фанатизма помните что вам потребуется около 25 секунд чтобы отличиться бинтами а вторая зона все еще двигается быстрее вашего персонажа с широкой стороны так что больше полутора минут в зоне проводить не стоит также плюсом немножко полутаться в зоне будет тот факт что люди находящиеся недалеко от края белой зоны не будут ожидать вашего выхода из нее и опять же вы сможете попытаться восполнить запасы патронов и расходников просто убив этого человека в спину не по-рыцарски но что поделать передвижение по зоне начиная со второй зоны старайтесь двигаться по ее краю в сторону и узкой части это уменьшит количество сторон которым необходимо пристальное ваше внимание ваш бок со стороны зоны будет безопасен сторона с которой вы пришли тоже необходимо будет смотреть перед собой и контролировать второй бок конечно вам необходимо чекать и те относительно безопасные зоны но им будет достаточно беглого взгляда если же вы находитесь на самой широкой части двигайтесь крюком в одной из сторон старайтесь бежать к зоне наиболее коротким путем лишь в крайнем случае когда понимаете что у вас точно настигнет зона дело в том что при движении по наиболее коротком пути вы как раз теряетесь в ту самую сейв зону со стороны где бушует буря и вам либо приходится смотреть во все три стороны не очень внимательно либо вы имеете большой шанс получить урон от внезапно вышедшего на расстояние выстрела в вас врага особенно опасно это на открытых местностях например вокруг селки депо сейчас поговорим о ракетнице ракетница в игре весьма сильное оружие с большим потенциалом для победы если конечно вы его нашли с помощью ракет можно зонить противника заставляя его сменить позицию открывая его тем самым для выстрела главный минус рпг в том что она не наносит никакого урона иными стоящему за объектом и урон от взрыва полностью поглощается даже только что поставленной деревянной стенкой которая в обычной ситуации ломается с двух выстрелов из автомата при этом темп стрельбы не позволит вам разбить одной ракеты препятствия а второй тут же убить врага пока у него конечно не закончили ресурсы но будем честны скорее всего это у вас закончится ракет выход в этой ситуации простой выстрелить пару раз из автоматов препятствия и либо размять так скажем строение либо развести энами на его починку который вы определите по сияющей анимации стреляйте ракетой в строении врага а затем начинайте стрелять по ней из автомата ваша задача разрушить стенку до того как ракета долетит так вы увеличите шансы на прямое попадание противник будет либо вынужден сменить позицию либо получит урон гранатомет кстати почти лишён этого недостатка и можно заспамить любое укрепление и не оставить там камня на камне но для этого нужно подойти на довольно близкое расстояние и понимать по какой параболе летят снаряды и последний на сегодня совет используйте противников на последних кругах в качестве сигнализации особенно эффективна эта стратегия когда осталось 45 противников рано или поздно двое из них начнут перестрелку и если она не закончилась за пару секунд то у вас есть время чтобы выдвинуться в их сторону если вы сидите в шалаше на краю зоны почему вам стоит выдвигаться в их сторону а все очень просто вы сидя в постройке собирайте информацию о врагах и в худшем случае вы не видите ни одного до начала стрельбы но вы знаете что скорее всего там откуда вы пришли врага нет и нет его около вашей постройки таким образом просите за каламбур образуется зона и вы можете двигаться в ее сторону имея наименьший шанс умереть опять же все зависит от вашей позиции если вы точно знаете что ваша позиция пристреляна и находится под взглядом врага соваться никуда лучше не стоит в любом другом случае если вы подпушите двух стреляющих врагов вы избавитесь сразу от обоих из большой вероятностью узнаете где находятся остальные так как скорее всего они тоже выглядят на звук такие вот советы в сегодняшнем выпуске всем спасибо за просмотр подписывайтесь ставьте лайки и до новых видео что в Продолжение следует...